Что вы говорите здесь? Приди к постижению, потом тебе будет легко. Это вы мне говорите. Прежде всего, достигнет репета, постижения, а затем тебе будет легко в жизни. А пока что происходит 20-30 лет, не трудно? Трудно. Так почему вы говорите, что это легко? Потому что ты за эти 20 лет не хочешь никаких облегчений. Ты хочешь, чтобы 20 лет прошло у тебя хорошо? Как я могу сделать, чтобы было мне легко? Пожалуйста. Во-первых, через 20 лет ты можешь стать большим кабаристом, а до тех пор ты... То есть потом будешь... Не знаю, будет жизнь, будешь летать с ангелами, все будет хорошо. За 20 лет ты хочешь тоже нормально прожить? Пожалуйста. У тебя есть товарищи, у тебя есть группа, у тебя есть учеба, трапеза, все, что хочешь. Какие проблемы? Начни работать с радостью. Никто не говорит тебе, что ты 20 лет должен прострадать. Нет, это неправильно. Это неверно. Все зависит от того, как вы все принимаете. Если вы будете вместе, все, что бы ни пришло, любые беды, любые проблемы, частные, общие, вы все примете с радостью. Я повторю, с радостью. Потому что вы поймете, что это исходит от нет никого, кроме него. И все это для того, чтобы нести благо. Для этого пришло. А мы берем как раз все эти беды и проблемы и приподнимаем себя над ними. И слиты с ним, как раз над ними. То есть появляется еще одна возможность подняться для подъема. И еще одна. Почему бы это не было в радости? Почему это не должно быть в кайф? Как вы определите радость? Я хочу понять. Радость — это результат хороших деяний. А хорошие дела — это отдача. Это означает, что я поднимаюсь над своим эгоистическим желанием. Хотя я и боюсь, и трепет, и разные отчаяния. Но над всем этим я желаю насладить Творца. Кому? Кому-то. Тому, кто посылает мне все эти страхи и боязни и все такое. Почему он мне послал? Он послал это не мне. Не мне, а Михаэлю, который хочет быть наверху. Он послал это моему желанию получать. Чтобы я оттолкнул его вниз, а сам бы находился над ним. Я хочу понять, то радость, которую ты чувствуешь каждый день во внешней жизни, я могу здесь внутри почувствовать, это другая радость, то, что вы определяете сейчас. Если я поднимаюсь над своим эго, когда я понимаю, что только таким образом я могу обратиться к Творцу, то это уже большая радость. Это уже большая радость. Попробуй, что находится вне тебя. Есть враг, который находится внутри. И из-за него ты чувствуешь все неприятные ощущения. Внутри твоего эгоизма. И чем ты его больше оттолкнёшь вниз, так вот, и приподнимешься над ним, то приобретёшь этим духовное. Не может быть, чтобы выстроилось тебе духовное по-другому. А только так. И поэтому, когда происходит что-то плохое, эго начинает кричать от этого плохого ощущения, от зла. Ты должен быть рад. Потому что теперь ты можешь над ним приподняться. Тебе сейчас дали возможность приобрести свойства отдачи, свойства веры, объединения. Творец тебе облегчает всю работу. Ты хочешь? Ты можешь это сделать и по-другому. Пожалуйста. Прими все эти хиссароны от товарищей из группы. Начни чувствовать под их воздействием, что у тебя нет нежелания, нет хиссарона, у тебя нет никакого устремления к Творцу, что ты отстаёшь от товарищей. Начни так действовать. Если ты всё это получишь от них, то ты сможешь подняться над... Ну, с такими приобретениями. То есть ты почувствуешь плохо от воздействия товарищей, но по отношению к товарищам у тебя нет никакого устремления. Тебя ничто не толкает. Ты смотришь, видишь на них, насколько они более успешные. То ты подсознательно не позволяешь себе с ними связаться. Ты связываешься, но так вот ты проходишь рядом, с сторонкой. Ты не входишь внутрь, потому что это сразу же несёт боль. Поэтому продвигаемся всё-таки путём Бе-Ито.